Доброе время суток! Доброе время суток! Доброе время суток! Возможно, все началось еще в каких-нибудь, наверное, в конце 70-х годов, когда я несколько лет был мотоциклистом. Так, чтобы было понятно, там, года три, наверное, я отъездил на 634-й Яве. На этом к мотоциклам я больше отношений не имел. Еще раз 200 метров проехал на 200-м, на гусе литровом, метров 200 по Монголии. Вот это, так сказать, бэкграунд. Ладога Трофи началась, теперь она называется Ладога Трофи, когда-то называлась Трофи Рейд Ладога. Началась она после моего участия в Кэмэл Трофи в составе команды СНГ. И тогда, собственно, вот в те годы, это где-то 92-й, 93-й, 94-й год, шел процесс становления внедорожного спорта. Ну, наверное, можно так сказать. Поначалу это было скорее на увлечение похоже, не на спорт. Но потихонечку все это превратилось в спорт. И стали возникать клубы по всей стране. И, в частности, петербургский клуб был одним из первых, не самым первым, но, так сказать, знаменитым. Там была масса известных людей, которые потом в трофи-рейдах, в ралли-рейдах засветились, в трофи-рейдах, естественно, тоже. И после посещения осенью 96-го года мурманского Arctic Trophy, о котором мы объявление прошли в газете «Советский спорт», вернувшись оттуда, пришла простая мысль Толику Молчанову, моему коллеге, а чем мы хуже, чего бы нам такое не сделать. Ну и, в общем, на поверхности лежала идея замкнуть круг вокруг Ладожского озера, хотя перед этим рассматривался еще Карельский перешейк. Но вовремя думали, слишком плотно населен, слишком много цивилизаций, а вокруг Ладоги все-таки есть возможность, так сказать, уйти куда-то в глушь, в болото, в леса. — Слушай, а как получилось так, что из, в общем-то, любительского такого проекта, да, любительской задумки нескольких людей удалось сделать именно столь массовое мероприятие? Как распиарилось-то? — Слушай, за это надо сказать, конечно, спасибо Кэмилл Трофе. Мало того, что я в 92-м году отучаствовал в качестве участника, там можно один раз в жизни в качестве участника быть, я потом себя продал как спортивного картографа-организатором. Я говорю, что вот парни, плавая в бассейне на финальном банкете, ну, в одежде там всех скидывают, вот, и я говорю, парни, все классно, спасибо огромное, но вот карты, которые вы нам предложили, было полный отстой. Приглашайте меня, я вам нарисую. Ну, и в те еще доинтернетные времена по почте списывались, я отсылал образцы своих карт, а я действительно, я тогда, сейчас вряд ли, а тогда я мог на белом листе нарисовать карту, которая будет очень похожа на топографическую. То есть погрешность была там на уровне полутора-двух процентов, не больше. Погрешность в измерении расставить, ну, не суть. Вот, и удалось себе продать, и потом я еще три года катался, рисовал карты для соревновательной программы для участников, и, а в 93-м году еще и в качестве саппот-драйвера покатался тоже за рулем. Ну, а какое-то имеет отношение к тому, что здесь вот интерес, так вот проснулся, да. Потому что Camel Trophy, это было рекламное шоу сигаретной компании. Тогда нам об этом запрещалось говорить, сейчас, так сказать, Camel Trophy давно пошел в ВОЗе, об этом можно открыто говорить, это было рекламное шоу секретной компании. И я видел, что делается организаторами, что участник там далеко не самая главная персона. Самое главное – это журналисты, это телевизионщики, это фотографы. То есть освещение вот этого. Освещение, конечно, пиар. То есть надо было пиарить. И тема новая в стране Советов была, поэтому и телевидение, и радио, и пресса, она с большим удовольствием к нам приезжала, с большим удовольствием освещала. И вот мы на этом не коробчили и не пытались там, значит, первые маленькие рубли распихать. Потом их все равно много не было, но мы их не распихивали в карман. — А как рождался регламент, правило? Потом ведь это переросло все в спорт, как я понимаю. Ну, по крайней мере, часть гонки, правильно? — Ой, это длительный процесс был. Значит, к тому моменту уже... — Были ли какие-то тупиковые такие тоже направления, которые там вливались, и потом вы понимали по ходу дела, что вот это все, в следующий раз это не надо? — С самого начала. Я же приехал с Кэмултрофи, а там не было секундомера, там было приключение. Но победителей как-то надо было определять. И определялись они на Кэмултрофи путем гаморского счета. Там чистый он был, честный или нечестный, мне уже об этом сложно сказать. Но, значит, идея красивая гаморского счета, это из альпинизма пришло. Ну, вот есть у тебя 10 альпинистов. Наверх идет двойка. Как ее определить? Все, каждый выставляет 9 остальных в порядке предпочтения. Самого сильного первым. И вот 9 таких списков получаются. — Не понял. Команда из 10 человек. Вот на Кэмултрофи. — Нет, нет, не Кэмултрофи, я про альпинизм говорю. — Вообще, да, хорошо, альпинизм. — Значит, наверх идет только два человека. Их надо выбрать. — Но остальные тоже важны, да? — Они важны, они работают. Они подготавливают маршрут. Ну, вот как в Гималаях. Им надо определить этих двух. Как? Надо, значит, каждый составляет список из 9 человек. И всех ранжирует. А потом просто складываются места этих людей. У кого меньше сумма. — Ну, это получается какая-то демократия внутри... — Это демократия. — Внутри самой команды. — Именно так. Именно так. Вот, при этом ты себя не указываешь. Ты всегда последний, допустим. Вот, то есть, ну, твой голос, так сказать, за себя, он не учитывается. — А что отринулось? И были ли какие-то... — Собственно, у нас первые ладоки, они по этому пути и проходили. У нас каждый день катались группы участников, потом шли ротации. И они каждый день выставляли оценку внутри своей группы. Вот, ровно по гамбургскому счету. И потом, значит, все эти результаты... — Ну, слушай, ну, есть же соблазн всегда там... — Так и было. Так было. Скоро пришло понимание, что я выше поставлю тому, кто мне больше налил, или что-то вкуснее налил, кто более сальный анекдот рассказал, ну и т.д. — Я напомню, что это Юрий Овчинников, основатель. Ну, можно вообще так говорить? Ты же был у самого начала, с самого начала, сперматозоид маленький был. — Ну, на первой разведке я катался, точно, слушай. На самые первые, самые первые разведки. — Говорим мы о «Ладога-трофе». В этом году ведь тоже будет, наконец-то, вроде как готовятся же ребята. — Ну, насколько я знаю, да, потому что я уже несколько лет, года три или четыре отошел от дел вообще. И там не появляюсь. Но мой племянник этим занимается. — Да, он был у нас в студии, большой привет. — Вот. — Однофамилиц, правильно? — Ну, племянник, конечно, это... — Бог его знает. — Сын брата. — Сын брата, да. — Сын брата. — Вот. К тому же Дима там неоднократный чемпион России в трофи-рейдах. Поэтому он процесс знает. А с возраста, наверное, 13-летнего он помогал организовывать соревнования. Не только «Ладогу», но и там ледовые гонки, которые, может быть, ты помнишь, мы на Финском заливе проводили. — Ну, возможно, да. — Для всех желающих. Прямо напротив гостиницы Прибалтийской на льду мы делали для всех желающих дважды за зиму в гонке. — Слушай, ну вот получается династия некая, да, такая? — Ну, условно. — Но она странная при этом, потому что я могу понять династию Ротшильдов, да, там, от денег к деньгам, там, или династию, там, не знаю, императоров. Но династию людей, месящих грязь и кормящих комаров, вот это как-то, конечно... — Ну, так вышло. — Юрий Овчинников у нас здесь в гостях сегодня, и мы говорим о Кэмэлтрофе, ну, и не только, я думаю, что мы еще успеем какие-нибудь темы затронуть. Впрочем, давай мы, может, сразу перепрыгнем в наши дни, ну, в связи с известными событиями и в связи с известной ситуацией. Как, на твой взгляд, может ли увеличиться количество подобных мероприятий в России, учитывая то, что нас, ну, стали меньше куда пускать, и какие-то там путешествия куда-то в иностранные страны в некоторые усложнились и прочее. Можно ли говорить, что из текущей ситуации может возникнуть, ну, что ли, повышенный интерес именно вот к российским каким-то регионам, местам? — Типа Ренессанса. Если честно, я в этом сомневаюсь, потому что, мне кажется, что нынешняя ситуация, она заметно понизит уровень жизни среднего россиянина. — Это имеется в виду, что увлечение такое, оно требует затраты? — Оно затратное, да, безусловно совершенно. Да, значит, люди перестали ездить, не знаю, на Багамы или там в Италию, или там в Францию на Лазурный берег, но Россия огромная. Есть Горный Алтай, который там привлекает огромное количество туристов, в том числе и... — И тебя, в том числе. — На внедорожниках. Я там работал последний раз. Вот. Там Тыва, хотя депрессивный регион и там криминальный. — Но красивый. — Якутия. Тыва очень красивая, фантастическая красивая. Западный и восточный Саян, пожалуйста, тоже очень красиво. Переезд, допустим, с Алтайского края в Тыву. — Ну, это вообще дикие края и серьезные, значит, ребят на внедорожнике Тыва катаются. Очень модно кататься стало на Кольский полуостров, на полуостров средний и... Сейчас, как же, второй-то? — Рыбачий. — Рыбачий, конечно. Средний и рыбачий. Вот. Ну так, я там побывал, ну, на мой взгляд, сомнительно, так сказать, с точки зрения эстетики. — Мотоциклисты прямо вообще любят эти туры. Очень так, с удовольствием говорят об этом много, да. — Природа красивая, в стране советов много. И сейчас, в последние годы, последние лет, наверное, 7, может быть, чуть поменьше, переименитация многих людей, которые раньше участвовали в соревнованиях, они уходят в экспедиции. В чем это могут быть? Тяжелые экспедиции, могут быть семейные экспедиции. И я это понимаю, значит, для меня это куда ближе, чем организация соревнований и участие в них. — А скажи, пожалуйста, такой общий философический вопрос. А чего ради? Вот все-таки что дает человеку, участнику вот этих событий? Ну, я даже не знаю, в каком плане. Потому что, ну, что я имею в виду? Что ты покидаешь уютный дом, удобную инфраструктуру. Вот тебе твой Ауди, вот ты доехал до магазина, вот купил пирожное, купил, там, туалетную бумагу. Ну, в общем, все вот такой уют. И ты все это бросаешь и уходишь куда-то в экспедицию. Будь то Ладога-Трофи, там, может быть, она там покомфортнее. Но если ты говоришь, что тяжелые экспедиции, какие-то с семьями, там, с женами, с детьми, может быть, и куда-то прутся в тайгу, где ты все это несешь на себе. Все эти банки консервов, какие-то рюкзаки. Тебе там все натирают. На машине, ты везешь все это на машине. Мы же про какой туризм? Хорошо, на машине, грязища, комары тебя жрут, у тебя бензином все воняет. Все это ты едешь, какие-то непонятные люди, деревни, какие-то, может быть, там, я не знаю, бандеровцы, там, боже упасти, какие-нибудь бегают еще со времен стих. И много всяких неудобств, ради чего все вот это. Вот что это дает человеку? Может быть, человек, прошедший экспедицию, там, 2-3 недели проведший там, может быть, он настолько очищается внутренне, что там, что-то там прямо. Но я хотел бы от тебя услышать, я только могу предполагать. Ну, мне кажется, что целая, так сказать, кучка, горстка, значит, аспектов, что людей, так сказать, толкает к подобного рода действиям и к подобному роду жизни. Значит, это приключения. В нашей рафинированной городской жизни приключений нету. Так их и там нету. Какие там могут быть приключения? Нет, это приключения, потому что ты, так сказать, зависишь от погоды. Ты рассчитывал речку там пересечь по-простому. Ну, это, наверное, слово трудности больше подходит, чем приключения. Это тоже приключения. Это пираты, остров сокровищ. Нет, нет, нет. Ну, слышь, в широком смысле слова, мне кажется, приключения и пирата, и засесть где-то в яме, это близительно одно и то же. Просто, ну, сейчас с пиратами, так, только в Сомали, наверное. Ну, да. Вот, значит, мы берем то, что подоступнее. Дальше тебе не надо бешеные деньги вкладывать в строительство автомобиля, хотя он тоже требует подготовки, экспедиционный автомобиль. Воспитательный момент, когда ты едешь с семьей. Для детей это классно. Никто из их сверстников в классе не может таким похвастаться. А я вот с отцом там ездила туда-то, туда-то, туда-то. Значит, совершенно новые земли, новые места, в которые ты чаще всего на общественном транспорте не попадешь. Пешком, в общем, не все готовы ходить под рюкзаком, это тяжелая работа. Что еще? Да, чем дальше от цивилизации, тем лучше люди. И это совершенно, так сказать, стопроцентное мое убеждение, тем люди проще. Даже если они видят, что вот они живут на совершенно другом уровне достатка, чем те, кто к ним приехал, они к этим больным людям, ну, я по себе могу судить, они относятся очень благосклонно и очень дружелюбно. И какой-то вот там ревности, какой-то классовой ненависти. Вот, приперлись на БМВ сюда, а мы тут бедные оленя забили в прошлом году, так до сих пор доедаем. Там, где оленя забивают туда на БМВ, мало кто доезжает. Но на Тойотах дорогих доезжают. Особенно зимой, когда по зимникам можно далеко на север добраться. И многие мои знакомые, значит, путешествуют, пишут отчеты, и, ну, они только подтверждают мои слова. Там везде люди готовы тебе помогать. Окей, про детей согласен. Детям, наверное, действительно это приключение, но просто в силу возраста это дети. А ты-то уже взрослый, умудренный человек, уже понимающий цену комфорта. Вот чего это ты потащился? Погоди, ну себе что-то доказать, что ты можешь, что ты в этой жизни что-то можешь. Не только сидеть, значит, за компьютером и там что-то чертить, или кому-то отправлять контрагентам инвойсы, или там, я не знаю, строчить статьи в какие-то журналы. Ты можешь что-то другое, ты можешь преодолеть сложности. Посмотреть на новые края. Ну, понимаешь, опять же, тогда вопрос встает, а ради чего? Вот ради чего я весь измучился, руки все в крови, эти веревки, лебедки, какие-то камни, колеса там поломаны. Ради чего? Ради того, чтобы все доказать? Ну, может быть, можно как-то... В том числе, в том числе. Ну, погоди, а ради чего люди залезают в горы? Не знаю. Это тоже к тебе вопрос. Вот тоже ради этого. Они рискуют жизнью там. Да. И, так сказать, часто с ней расстаются. Ну, ты посмотришь, насколько все это востребовано. Народ идет, идет, идет. Так в чем же? В чем же? Это, 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 нет, так сказать, вербально это не описать. Это вот на уровне, что кому-то это надо, а кому-то не надо. Надо это не в таком большом количестве людей. Потому что иначе бы сейчас все леса были забиты подготовленными джипами, все бы куда-то рвались. К счастью, таких не так много. Можно говорить, что человек, который вот этим увлечен, катается в экспедиции, что это, как правило, скорее всего, человек хороший? Ну, все-таки плохой, он как-то не будет тратить на это время. Скорее, да, чем нет. Мне казалось, что плохие люди, по большому счету, у нас вымывались. То есть бывало такое, что появлялись люди, ну, совсем не симпатичные. Но общая атмосфера, в общем, как-то их выдавливала чаще всего. Я вот припоминаю некоторые старты, очень красивые, на площади у Медного Всадника. Старт, прямо такая вот подиум, на который въезжали вот эти, как они, ООТР, или как называются вот эти такие транспортные средства? Котлеты. Да, ведущий, даже, помню, как-то раз был Миша Юруков, да, ведущим этого дела. И все это при таком стечении народа большом. Ну, здорово такой праздник. А также я помню праздник, посвященный возвращению, завершению какой-то Ладоги, который проходил, по-моему, в юбилейном. В юбилейном, да, с концертом ЧАЭФА, интегрированным в процесс награждения. Граждение классно было, лучший, пожалуй, лучший финиш в Ладоге. Я тут фотографии, если мы, как и перебирал, свои, и там вот, в том числе, и с этого мероприятия. Но ведь это уже вот так, на это посмотришь, это уже не просто какой-то вот, какой-то такой, ну, туристическо-спортивно-преодолительный какой-то вот такой процесс, а это уже прямо целое событие с началом, с завершением, с серединой, с лагерями внутри, какими-то там этими базовыми, это прямо вот эту всю логистику и все это скоординировать, это, мне кажется, ну, я не знаю, это, наверное, целая команда должна работать. Так, слушай, в максимуме человек под 100 трудилось над Ладогой. Именно организаторов? Ну, в общей сложности, да. То есть, понятно, что основной костяк, это там человек 5-6, вот, в течение всего года ей занимались, писали письма, ездили на разведке, чтобы новые трассы подготовить, а во время самой Ладоги это реально многие десятки людей. Это и питание, это и душ, это и пресс-аташе, что там еще, и фотографы, и видеографы. Значит, что еще, чем Ладога была интересна, она все-таки, поучаствовать в ней было престижно. Потому что именно потому, что она была большая, наверное, самая большая в стране подобного рода соревнования. В ней было престижно поучаствовать. И, как сказала одна барышня очень давно, тело Ладога может нравиться, не нравиться, но хотя бы раз в жизни ты должен в ней поучаствовать. Я буквально вчера слушал по одной из радиостанций, ну, правда, в контекстное упоминание о Ладоге Трофе, и там было сказано тоже вот на тему престижности, что многие участники годами не снимают наклейки, потому что, ну, со своих этих джипов, вот этот вот фирменный там знак какой-то, Ладога такая-то, потому что это вот именно престижно в среде джиперов вот этих самых и так далее. Можно, да, продолжая тему событий в нашей стране и мире и переориентации некой на внутренний туризм, так условно говоря, да, можно ли говорить еще и о том, что нас ждет некая трансформация техническая, технологическая? То есть, если раньше можно было купить японскую лебедку, то теперь, видимо, импортозамещение и что-то русское начнет приходить, какие-то русские аксессуары, что ли, для вот этого всего. Ну, во-первых, там очень много всяких аксессуаров, насколько я себе представляю, они все-таки китайские, включая лебедки и неплохие лебедки, вот, хотя если речь идет про действительно такие топовые лебедки, они делают с авангелия, вот, как оттуда их будут возить, ну, наверное, как-то будут решать этот вопрос. С другой стороны, ты прав, это не такой уж массовый прямо продукт. Да, цена их возрастет просто и так они сотни тысяч стоили, представляешь, одна лебедка стоит, как несколько подержанных жигулей, а это одна лебедка. А в чем там такая прелесть? За что платим? За то, что она работает надежно и не сгорает, и работает, как 10 остальных, 10 других лебедок, очень быстрые, вот, но это чисто паспорт, это, конечно, не подпутешествия. Вот, а подпутешествия китайцы, у китайцев много брендов, под которыми они выпускают вполне приличные лебедки. Скажи, пожалуйста, а бывало так, что Ладога Трофи проявляла людей каких-то, вот, человек напрашивался, напрашивался, возьмите меня, вы его берете там на гонку, а потом выясняется, что он сразу заплакал, тут заскулил, здесь сказал, вообще, ну вас нафиг, да я не знал, что будет так грязно и противно, и, таким образом, некая селекция происходит людей. Ну, ты прав, абсолютно, значит, многие приезжают на Ладогу первый раз, особенно люди состоятельные, которые думают, я, так сказать, оплатил постройку крутого автомобиля, сейчас я тут всех порву. Он у меня все может. И он там, через полкилометра, он уже утопил в грязи свою машину, он скис мгновенно, и на следующий, он скажет нам все, что он о нас думает после этого, и больше мы его никогда не увидим. Но есть другие люди, есть люди, которые в первый день сошли на Ладоге, а их закусило, они целый год готовятся, они приезжают на следующую Ладогу, проезжают там три дня, и опять у них там техника не выдержит, они не сломались, они только крепче стали. Вот, в этом смысле ты прав, селекция происходит. Юрий Овчинников, основатель трофи-рейда Ладога. Как правильно называть большая путаница Ладога-трофи или трофи-рейд Ладога? Я помню еще времена, когда называлась Ладога-золотая бочка, это когда пиво упоминалось, или Балтика, когда они были спонсорами. Вот эта интимология этого названия, она какова? Изначально, значит, вообще слово трофи-рейд, не скромно будет заявлять, но я его собственноручно привнес в русский язык, когда-то. Слишком поздно, значит, захотел его как-то, как это называется, зарегистрировать. Запатентовать, да. Да, но уже слишком широко распространилось, но не суть. Значит, трофи ассоциировалось в те годы, когда Ладога начиналась с Кэмэл-трофи. С Кэмэл, конечно, да. Это некое, значит, некое бездорожье, приключения, значит, на машинах, на бездорожье. Рейд – это что-то протяженное такое. Ну вот, тоже понятно. Красиво, кстати, рейд, красивое слово. Соответственно, слово трофи-рейд и появилось тогда, вот, а в последние годы, наверное, до моего ухода, это так все и называлось, трофи-рейд Ладога, вот, а с приходом племянника, ну, тоже, наверное, лет шесть-семь назад, просто короче стало. Ты вот печально об этом говоришь. Почему? Ну, как-то стало переходить в другую плоскость. Слушай, ну, для меня, для меня это просто перелистнутая страница, ну, все, так сказать. Пришел племянник, стало хуже, лучше или так же? Ну, по-другому. Ну, более гламурно, более причёсано, более попсово, нет? Нет, 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 просто по-другому, всё это под, так сказать, веяние времени. Ну, суть осталась та же самая, то есть это отважные люди на машине. Немножко, немножко изменилось, практически ушёл в последние годы спорт из Ладоги. То есть там осталась только туристическая составляющая. Ну, и соревновательная какая-то. Это соревновательная, конечно. Но она чисто вот в своём кругу, как бы, да, условно, там, посоревноваться, тебе местный диплом дадут и всё, но это не спортивная какая-то там категория, завоёванная очередная, нет? Ну, это туристическое, нет, проходит чемпионат Европы по спортивному туризму на автомобилях. Да? Да. В рамках Ладоги проходил чемпионат Европы. Да, ничего себе. То есть сейчас это самое востребованное. Я говорил почему, потому что это наиболее бюджетное. Ты можешь на своём обычном автомобиле, в принципе, уже соревноваться. Многие туда приезжают бороться всё-таки за очки голы секунды. А это такой квест. Это игра зорницы для взрослых мужиков. Они чего-то ищут, чего-то находят, какие-то решают головоломки, чтобы получить с эфирки для финальных координат той точки, куда кто первый приедет, значит, тот и выиграл. Зарабатывают какие-то бонусы, чтобы стартовать там на полминуты раньше или полминуты позже. Так что это самая востребованная история. Да. Ну, давай закончим тогда, наверное, с Ладогой. Давай немножко поговорим о тебе. Ты всю жизнь занимался фотографией и имеешь один из самых дорогих фотоаппаратов в Российской Федерации. Да ладно, ладно, слышу. Я уже нарухлядь. Ты представляешь, что в электронике камера 10-летнего возраста. Это уже прошлый век. Но, тем не менее, он позволяет фотографировать. Ну, если есть объективы хорошие, целая куча. Объективы и, значит, ну, наверное, всё-таки некое умение. Ну, это, как сказать, мой подход к фотографии. Я пейзажной фотографией занимаюсь. Мой подход к пейзажной фотографии – это показать зрителю не то, что увидела камера, даже самая навороченная, а то, что увидел ты сам. И тебе поэтому чаще всего тебе надо помогать камере для того, чтобы довести то, что она увидела, довести до того состояния, которое видели твои глаза, до той картинки. То есть вспомнить её в своём мозгу, сидя у компьютера, доработать это дело, эти гаммы все цветовые, там, полутона и так далее. С этим очень просто, с гаммами цветовыми, я по жизни дальтоник. У меня проблемы с восприятием оттенков красного и зелёного цвета, поэтому я в цветовую коррекцию… Я этого не знал, факт. В цветовую коррекцию я вообще никак не вмешиваюсь. Я другим занимаюсь, значит, и мне совершенно не стыдно говорить о том, что я в фотошопе дорабатываю практически каждую фотографию. Даже если я своих любимых собак фотографирую, я всё равно фотошопом пользуюсь. Ну, честно говоря, не зря затронули мы этот вопрос, потому что это и очень такая большая составная часть жизни мотоциклистов в том числе, потому что они путешествуют везде, и вот этими фотографиями, снятыми ими на разную, кто-то там на айфон, кто-то на более серьёзную какую-то технику, ну, у каждого, вот каждый путешественник, мото-путешественник, вот мото-сезон, он съездил хорошо, если в одно большое путешествие, может быть, в два, в три, и вот эта куча фотографий наполняет весь интернет, то есть правильно сделать снимок из какой-то точки, какой-то по серпантину поднялся куда-то. В этой связи дал бы ты какие-то советы, может быть, как правильно сделать фотографию, как увидеть, что у тебя перед тобой что-то интересное? Самое сложное, вот ты просто в точку попал, самое сложное – учить видеть. Это, ну, почти, за это я не берусь. Вот, а так, значит, ты можешь для своих слушателей, значит, разместить ссылку на видео, есть короткое видео, там, на 45 минут, есть там на полтора часа, есть там на четыре часа, видео, где я рассказываю о своем отношении к пейзажной съемке и о различных аспектах, вот, я не знаю, от что такое диафрагма и, значит, с чем ее ведет, до какую, значит, одежду использовать зимой, к примеру, во время съемки, и как сохранять оптику зимой. Там все это очень подробно, потому что в рамках этого эфира, ну, просто нереально. Да, ну, может, какой-то просто, по крайней мере, вот, ребята, если что-то ёкнуло у вас в груди, вот, что-то прямо такое, может, как в себе ощутить, что ты вот сейчас проходишь точку, где надо остановиться и сделать фото? А это вот очень верный критерий. Вот если тебя торкнуло, останавливайся и снимай. Получится, не получится, это уже другая история. Но если у тебя вот здесь ничего, так сказать, не ёкает, сиди в седле и едь дальше. А есть же еще такие ужасные места, называются, как они, смотровые площадки. Уже кто-то выбрал, ты приходишь, тебе говорят, значит, так, экскурсия уважаемая, вот отсюда все фотографируем, значит, у вас три минуты на фотографирование, идем дальше. И тем не менее, вот 20 человек у тебя возьмут в руки телефоны или камеры, и ты получишь 20 разных картинок с одной точки. Вообще это поразительно, конечно. Поэтому вот конкуренция в фотографии, ну, она такая, весьма условная. Потому что там пять хороших фотографов, приведи их на одну точку, в одно и то же время, чтобы был свет, фактура есть, есть свет. У всех будут разные картинки. Это будет и они по-разному увидят, их по-разному скадрируют, по-разному обработают. И ты можешь удивиться, насколько разные картинки. У тебя были выставки, проходили раньше. Сейчас что-то есть такое? Сейчас нет, пожалуй, давно, давно нет. Дорого просто. То есть, когда находились дяди, которые платили за выставки, я с большим удовольствием. Потому что мне не стыдно показывать то, что я понаснимал на разных континентах, в разных странах. Так что, если будут предложения, с удовольствием, с удовольствием. Да, хорошо. И ссылки мы обязательно разместим. Главное, не забыть. Главное, не забыть. Ты мне напомни потом. Я тебе напомню, да. Про странные континенты, опять же. География посещений тобой у разных точек планеты, она такая, совсем вот такая уже полностью охватившая. Нет, нет. Слышишь, есть масса людей, которые там, кто сто стран собрал, кто еще сколько-то. У меня, учитывая те страны, которые я чиркнул там на самолете, приземлился, пересел на другой рейс и опять улетел в следующую страну. Но всегда можно сказать, я был, я был. Вот даже таких у меня там чуть-чуть больше сорока, если мне память не изменяет. Но есть страны, которые вот кровь из носу, ну, если у тебя средства позволяют, надо посетить. Какие? Новая Зеландия. Ну, а как? Никак вообще, мне кажется. Ну, слышь, вот мы с сыном скатались в 12-м году, ровно 10 лет назад. По-моему, уже никому визы не открывают там, нет? Или открывают? Вообще никаких проблем не было. Или там нельзя остаться жить? По-моему, сложности какие-то. Слышь, у меня там есть русская знакомая, которая живет в Новой Зеландии. Давно причем живет. Большой привет всем, да. Всем, кто слушает эфир с Юрием сегодня. И сдает Новую Зеландию лучше, чем многие новозеландцы, потому что она биолог по образованию. А сейчас вводят фототуры, ну, в такую туристическую деятельность ушла. Она и фотографии понимает, и фауну и флору Новой Зеландии знает, как никто. Новая Зеландия и Австралия. И, значит, еще и историю, значит, целый день рассказывал нам про историю, значит, и завоевания, и про Майори, и т.д. и т.п. Все, что очень много интересовало. Ну, можно говорить, что это другой мир вообще? В некотором смысле, да. Я тебе просто скажу, не совсем мотоциклы. Значит, последний день мы уезжаем. Значит, мы находимся в трехстах от Окленда. Нам надо доехать до аэропорта, сдать машину. Значит, смотрим, как-то машины все перестроились. Там же левостороннее движение. Значит, встречные сейчас, значит, мы едем по обочине, а встречные едут по нашей полосе. Навстречу там несколько велосипедистов проехало. На гоночных велосипедах, не на маунтингвайках. Хороший асфальт, горная такая дорога. Потом еще 30, потом еще 150. Потом еще, еще, я говорю, Федька, значит, там найдешь еще левее, где остановиться, остановись. Я встал, сфотографировал. Номера на касках, они все в красивой одежде, красивые чистые велосипеды. Номера на касках. Эстрикие дети, женщины, пожилые, молодые. 3400 с чем-то. Это 300 километров. Какой-то маленький курортный городок, там на 20 тысяч населения. И там такая гонка, и столько велосипедистов. И я понял, что вот в какой... В смысле номер участника 3400 с чем-то. И я понимаю, в какой, прошу прощения, жопе, значит, мы живем. Это 12-й год. Ну, в сравнении. В сравнении. Нам до этого, как до Луны. Это при том, что я там видел на дорогах Нивы. Да, Нивы, кстати, единственный, чисто российский говорят, кроссовер. Слушай, это не просто кроссовер, это первый относительно комфортабельный полный внедорожник в мире. Действительно, это так. Да. Ну, там же, по-моему, в Австралии снимались какие-то сцены для «Игры престолов», по-моему. Какие-то места пейзажные. Я тебя удивлю, я не смотрел ни одной серии. Слушай, ну, красивая сказка, кстати. Красивая, верю, верю, верю. Там много снималось из «Луссильных колец». Да, 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 да. Юрий Овчинников у нас в эфирной студии. Ну, давай, наверное, потихонечку мы будем, наверное, закругляться уже скоро. Как мотоциклист, ты не хочешь себя возродить опять в этом статусе? Потому что считается, что седина в бороду, бес в ребро, и люди разводятся и покупают мотоцикл. Много таких примеров. Я, конечно, не про развод, я про мотоцикл. Что вот в какой-то момент какая-то переоценка происходит у некоторых мужчин, и хочется себя как-то вот почувствовать в другом каком-то, в другой ипостаси, стать байкером, ну, или райдером. Ну, слушай, наверное, нет. Вот если, так сказать, быть честным, наверное, все-таки нет. И здоровье немножко не то, надо честно признать, все-таки там, кто прошел через некоторые виды онкологии, они такие, так сказать, они вынуждены немножко, к сожалению, бережливее относиться к своей деятельности. Вот, но физической нагрузкой я занимаюсь, у меня почти гектар газонов в деревне. Постригаешь? Гектар газонов, да. Будет британский когда-нибудь. Ну, слушай, осталось еще, я 30 лет его стригу, осталось еще, сколько, 370? Да, осталось. Что происходит с каждой Ладогой Трофи? Каждую весну к тебе приезжают журналисты наверняка. Нет, ну я же тебе сказал, что я все, я из этого проекта вышел. Ну, тем не менее, когда говорят про Ладогу, все вспоминают твою фамилию. Все, наверное, тебя начинают названивать, всякие газеты, журналы. Слушай, к счастью, с каждым годом все меньше и меньше. Сейчас уже в этом году не было ни одного. Ты первый, ты первый. Ну, слушай, это круто, кстати. Ой, и так, тогда, наверное, напоследок, есть у тебя какие-то планы на ближайшие какие-то путешествия, приключения? Не обязательно, может быть, какие-то художественные, фотографические, еще что-нибудь. Как ты, великий гуру, предполагаешь, ну, хотя бы это лето провести? Ну, это лето в любом случае у меня завязано все равно на регулярную стрижку газонов. Трава эта гадина растет со страшной скоростью, и надо стричь, стричь и стричь. В планах я с детства мечтаю посетить Грузию, тем более, что я во многом воспитанный на грузинской литературе и на грузинском кинематографе. Благо, ты немного найдешь советских людей, которые не знают того же Данелию. Конечно. Или там об Ашидзе, и о Селиане. Вот. Только недавно пересматривал много всяких грузинских фильмов, в деревне смотрел. Там же, соответственно, и пофотографировать, то есть хочется договориться с местными джиперами. Первый раз будешь или бывал там? Нет, я не был ни разу в Грузии. Думаю, что удастся договориться с грузинскими джиперами, которые ко мне относятся с определенным пиететом, с тем, чтобы там как-то на машине покататься по диким краям, по горам, потому что к горам я неравнодушен. Ну, это вот основное. Еще у меня предстоит поездка с моими друзьями, она называется «Отцы и дети». Только мужской коллектив, дети-мальчики и отцы. И мы выезжаем в Карелию, как раз в ладожские края, играем в футбол, готовим плов, чего-то еще делаем, собираем грибы, катаемся по окрестностям. Я там катаю в наиболее интересные места. Ну, вот тоже такая традиционная поездка с друзьями. Аминь. Пусть все получится, пусть все будет хорошо. Спасибо тебе большое, что пришел к нам. Юрий Овчинников, замечательный основатель «Ладога Трофи», фотохудожник и хороший добрый человек был в студии. Погоди, опять забыл, что я, значит, на балете в опере пою, а на балете выступаю. Всем спасибо за внимание, Саш, тебе спасибо за приглашение. Приходи почаще и до новых встреч. Счастливо. Всего хорошего.